Привет! Для данного видео я взял уголок 20 на 20, квадратный профиль, шпильку и ленту, ну или полосу металлическую. Сначала я отмеряю и отрезаю шпильку по размеру. В дальнейшем я ошибся, естественно, с размером. И еще отрезаю от нашей P-образной заготовки небольшую часть, чтобы вторая выступала над ней слегка. Соединять шпильку с заготовкой я буду длинной гайкой. На наждаке я защищаю, чтобы лучше проварить, так как она все равно покрыта или оценковка, я не могу сказать. Ну так лучше проварится. И прихватываю на прихватке, потом ровняю и уже провариваю окончательно. Для прижимного устройства я беру обыкновенную гайку и накручиваю ее на конец шпильки. И это главный косяк, который я уже понял в конце. Для воротка и ручки, или как это сказать, я использовал такую же удлиненную гайку, которую просверливаю насквозь и вставляю в нее пруток металлический, который на двух концах. Я фиксирую так же гайку, как это прихватываю, привариваю. И, соответственно, получается такая импровизированная ручка, которую можно перемещать туда-сюда. Ответную часть от самой получаются рамы, прижимную, грубо говоря, от рамы. Я решил слегка расширить за счет металлической полосы. Так же прихватываю, выравниваю и провариваю. Далее прокрашиваю и беру по аналогии, делаю вторую, такую же струбцину, но уже из 20-го уголка. Многое показывать и рассказывать не буду, потому что, в принципе, технология точно такая. Я отрезаю три части от уголка, соответственно, две покороче, одна подлиннее. И по магнитам провариваю. Получается вот такая идеальная конструкция ровная. Сверлюсь для удлиненной гайки, чтобы проварить ее. Провариваем. И в итоге у нас получаются практически одинаковые конструкции, которые, в принципе, работают. Но, но, самый главный косяк – это не вращайся прижимной относительно главной шпильки. Я понял этот косяк, когда очень долго пытался снять саму струбцину, потому что ее расклинило, и она вообще не хотела сниматься, откручиваться. Я беру, отрезаю также шпильку. Понял, что еще шпильки слишком длинные взял. Все отмерил, отрезал. Также отрезал шпильку от прижимного устройства. Ну и остается только высверлить саму шпильку, с каждой его прижимного. Потом просверлить шпильку, для того, чтобы была возможность закрепить прижимное, чтобы она так-то навращалась вокруг шпильки. Ну, дальше ничего сложного. Мы просверлим каждую шпильку на каждой штуктыне и нарезаем резьбу на М6. И крепим. Естественно, там пришлось проиграться с силой затяжки болта, потому что все равно конструкция не идеальная. Но, тем не менее, все работает. Да, кривые, да чопорно, да не то, да, да, бла-бла-бла. То есть, ну, многие могут полить меня грязью, дерьмом, но, понимаете, ситуация в том, что большая струбцина, большая струбцина, стоит около 1000 рублей. Мой любимый Пинтерст подсказал мне, смотри, чувак, все легко делается из уголка, шпильки, все четко. Ну, я как бы не стал заморачиваться, думаю, дай попробую. Всем спасибо за внимание. Мне очень приятно, что вы меня смотрите.